Всем привет и приветствую вас на моем канале. За микрофоном качество плагиат и добро пожаловать в четвертую часть обзора новых карт нового дополнения Марш Короля Лича. И этот ролик, как и предыдущий, будет целиком и полностью посвящен картам Рыцаря Смерти. Да, карты Рыцаря Смерти показывают просто со скоростью звука, и в этот раз стоит отметить очень важный момент. Они решили показывать карты, которые между собой синергируют моментально, чтобы не было путаниц и не было догадок. И сегодня мы с вами посмотрим на подавляющее большинство карт с рунами Заморозки, которые будут добавлены в игру уже буквально через месяц, и посмотрим, насколько в этот раз имбовыми картами побалуют нас Близзы. Что ж, не будем терять ни минуты, если ролик тебе понравится и окажется полезным, ставь лайк. Буду благодарен, если мы на этом обзоре наберем как минимум 2000 лайков. Если вдруг наше мнение по поводу карты разойдутся или где-то как-то я карту неправильно почитаю, то обязательно действием в комментариях, пиши свое мнение и исправляй меня. А мы начинаем. Лича, значит, анонсировали, хайп вокруг да около, наконец-то можно вернуться в ХС, так еще и бабок Близзам занести, а вот нельзя, если ты из России или Беларуси. Но не беда, твоя мегакарта придется как никогда кстати. Они помогут пополнить любые недоступные сервисы и кошельки в России и Беларуси. Вы сможете купить себе не только предзаказ нового дополнения в ХС, но и товары, связанные с Overwatch 2, такие как Сезон Пасс, монеты и любые другие предметы. Все товары передаются подарочными картами, поэтому логины, пароли от вашего аккаунта передавать не нужно. Оплата производится рублями на карту Российского банка. Так что если вы не знали, где купить новый предзаказ и другие плюшки, переходите по ссылке в описании и радуйтесь жизни. Первая карта это Воющий Ветер. Это заклинание льда за три маны, которые требуют одну урону заморозки, наносит противнику три единицы урона и замораживает его, наносит одну единицу урона остальным противником. Спелл за три, который летит в лицо, может лететь и в лицо, может лететь и в существо оппонента, наносит три единицы урона, замораживает его и потом наносит еще одну единицу урона остальным противником? Это что-то с чем-то. В этом ролике, я уверен, будет достаточно сравнение с классическими картами других классов, и тут как бы представляем лицо Фростболта, да, то есть это морозные стрелы вот этой за две маны, которые, правда, вывели уже, но не важно. За три маны ты не с таким уж и жестким штрафом в одну руну льда кидаешь, три в лицо, замораживаешь, замораживаешь лицо и потом всем еще сверху наносишь один урон. Ну, что тут сказать, очень классная тема, хороший дополнительный контроль, хорошая карта для зачистки мелких токенов, то есть против любых токен колод на мелких каких-то существах это сразу же заходит. Заморозка лица, либо заморозка выбранного существа это тоже невероятно круто и три урона сверху это просто сказка. Так, еще и эта карта обычная, то есть она сразу же там вам повыпадает, ее сразу же можно будет запихнуть спокойно в количестве двух копий себе в колоду, плюс ее еще можно будет потом раскопать и никаких проблем с охраждением Бощи Ветра не будет. Абсолютно конченная карта, отлично, пауэркрип растет. Следующая карта это Эмирьярский Ледолом, который демонстрирует своим эффектом, насколько интересные синергии будут у колод на рунах льда. Ледолом это новое существо 1 мана 1-2 обычка, который имеет одну руну льда, БВ Клич получает плюс 1 к атаке за каждое заклинание льда в руке. Ну, здесь мы видим классический 1 дроп, да, это не 1 мана 1-3, но тем не менее эффект у него, конечно же, пожестче, чем подавляющего большинства 1 мана 1-3 существ, которых Близо добавляли. Он получает плюс 1 к атаке за каждое заклинание льда, что показывает нам, что колоды на рунах заморозки будут играть исключительно за счет синергии существ и карт заклинания льда. Эмирьярский Ледолом может спокойно выйти на первый ход со статами 3-2, со статами 4-2, со статами 5-2. Как по мне, так карта довольно-таки жесткая, хороший опенер трейдит огромное количество карт и не так легко отлетает от какой-нибудь там обилки и от каких-нибудь спулов, потому что на первый ход нанести 2 урона может далеко не каждая колода. И даже если она это может сделать, то обычно такие карты не мулиганят, но может быть потом начнут. Хорошая карта. Следующая карта это Беспощадная Зимы, отличный арт, мне очень нравится, как тут Лич Кинг выглядит. За 4 маны заклинание льда обычная, наносит противникам 2 единицы урона, вы берете карту. Прямо сейчас вы представляете лицо паладинов с их освещением, но стоит понимать, что эта карта имеет одну руну льда. Но на самом деле все настолько плохо, то есть, ну, как бы освещение это карта за 4 маны, которая просто всем 2 дает и все, а здесь ты еще и карту добираешь. Но настолько пауэркрип растет, я просто в шоке. Да, конечно, освещение можно положить любого паладина в любую колоду, но Беспощадность Зимы требует всего 1 руну заморозки, 1 руну льда, поэтому тоже мне, скажем, ограничения, да. Еще один замечательный контрольный спелл, который поможет Королю Личу, поможет рыцарям смерти на рунах льда спокойно чувствовать себя против любой колоды, спокойно контролировать любой стол. Сетапить невероятные комбинации, которые в дальнейшем должны будут выигрывать, потому что, исходя из того, что Близзы показывают, все, что будут делать рыцари смерти на рунах льда, это контролить стол и затем выдавать какую-то невероятную комбинацию из карт, которые были подсетаплены вот этими заклинаниями льда. Какие карты это сделают, увидим чуть позже. Следующая карта это Касталом. И, кстати говоря, в прошлом ролике с обзором Фростморна, с обзором первой и единственной пока что легендарной пушки рыцаря смерти, я задался вопросом, а какие еще могут пушки добавить Королю Личу, и вот оказывается это Касталом. Одна мана 2-2, обычное, обычное оружие. Когда ваш герой атакует существо, наносит 2 деницы урона герою противника за одну ману, так еще и с руны льда. Касталом это просто какой-то бред, это не Касталом, это балансолом. За одну ману 2-2, уже не нормальная тема. Потом ты когда бьешь, когда бьешь существо, ты наверняка существо будешь контролить, ты еще сверху наносишь 2 деницы урона героя противника, то есть ты буквально как будто двойной удар ДХ сделал, только не бился особо. Плюс ты еще дважды это делаешь, плюс это стоит одну ману, плюс можно положить 2 таких пушки. Это абсолютно непонятная тема для меня, почему такие сильные карты я не понимаю. Да, это агрессивно, да, мы с вами понимать должны, что особо подкрепить эту агрессию какой-нибудь фул ледяной Ресарь смерти наверняка не сможет, но так или иначе Касталом требует, напоминаю, всего лишь одну руну льда, и наверняка будет использоваться в целом ряду колод Ресаря смерти не только на рунах льда, поэтому пока что эта карта меня очень сильно устрашает и напрягает. Следующая карта это Скульптор Иния, это новая карта нежности, редкая 5 маны 3-3, требующая одну руну льда. Боевый клич призывает двух элементалей Иния 2-1 с предсмертным хрипом, наносит 2 единицы урона случайному противнику. То есть мы тут получаем такого токен-генератора костенов, только костены тут особые, тут вот так вот они выглядят, это элементали Иния. Эффект у них абсолютно такой же, только они чуть-чуть ватнее, то есть это не 2-2, а 2-1 существа. Честно говоря, Скульптор Иния выглядит, конечно, как хорошее подкрепление агрессии и подкрепление темпа со стола, который замечательно будет энергировать с любой колодой, не только Ресаря смерти на рунах льда, но по сравнению с теми заклинаниями льда, которые мы посмотрели чуть раньше, Скульптор Иния выглядит как-то слабовато. Посмотрим, как он впишется, возможно, его просто необходимо будет использовать в колодах, потому что нужно будет какой-нибудь темп со стола дополнительный, чтобы оказывать давление, потому что чистить стол это одно, а давить своим столом это другое. И пока мы не увидели карты-финишеры для подобного рода контроль колод Лич Кинга, Скульптор Иния выглядит не так уж и плохо. Следующая карта это Тошнотворный Великан, это эпическое существо нежить на Лич Кинга за 4-3-6. Противники не могут восполнять здоровье, и для того, чтобы его использовать, нужна только одна руна льда. Но это замечательно. Я уже вижу лицо престов, которые пытаются как-то похилить все подряд и добрать много карт. Я уже могу представить ДХ, которые не могут отожраться, могу представить вообще кучу классов, которые любят хилиться и ничего не могут. Тошнотворный Великан это очень классная карта. Понятно, что она ситуативная, понятно, что она будет использоваться далеко не всегда. Чисто техническая карта, но блин, зато какая. Очень классно, уверен, что для того, чтобы сбалансировать мету и еще жестче возвысить Деснайтов над другими классами, Тошнотворный Великан наверняка будет заходить и уходить из меты. Ну а так или иначе, эффект невероятно имбовый, особенно с учетом того, что ты тратишь всего лишь одну руну льда. Следующая карта это предвестник зимы. Это классический добор, который отлично будет энергировать исключительно в колодах на заклинаниях льда и в колодах на рунах льда. Две маны 2-2 нежить, пересердно хрип, вы берете заклинание льда. Все просто. Как бы карта говорит сама за себя и своим эффектом, и своими рунами, которые необходимы для того, чтобы включить ее. Просто ставишь этого предвестника зимы, или предвестницу зимы, непонятно пока что. Встретишься так, чтобы он умр, и добираешь заклинание льда, которое затем наверняка поможет тебе либо законтролить стол, либо развить его дальше. Все кристально просто, кристально чисто и предельно понятно. Для чего, для какого архетипа была сделана эта карта? Следующая карта это меч иния. Это новая редкая пушка. Три маны 2-3 требует две руны льда. Когда ваш герой атакует, уменьшают стоимость заклинаний у вас в руке на один. Спасибо, что не заклинаний. Да, это первое. Во-вторых, меч иния это, естественно, хороший сетап, хорошая пушка, синергирующая с заклинаниями льда, вообще с всевозможными заклинаниями, которые затем можно будет разыграть пораньше. Невероятно сильный контроль-синергия, потому что на третий ты надеваешь этот меч, ты бьешь, трейдишь что-то, бьешь следующее, что-то трейдишь. За счет каждого удара ты удешевляешь заклинание у себя в руке за тем, которое ты сможешь использовать куда выгоднее, куда удобнее, объединив с другими картинками. Ну, я не знаю, зачем вообще снимать видосы, вот эти вот, если можно просто запихнуть карты ДК, извините, и сказать, все это имба, все будут играть и все будет энергировать между собой максимально хорошо, чтобы сломать мету и чтобы все играли на новом классе. Можно снимать обзоры только по картам, которые будут у других классов анонсированы, я вам говорю. Следующая карта это Морозная Смерть, это новый элементаль на Рыцаря Смерти. Две маны, два, три редкие, когда вы применяете заклинания, наносит двум случайным противникам одну единицу урона. Ну, смотрите, во-первых, дверную льда, да, запомнили, то есть будем использовать это в колодах преимущественно на рунных льда. Во-вторых, вспомните поджигателя, это такой поджигатель на минималках, но для Рыцаря Смерти, и, соответственно, понятное дело, он будет посильнее. Синергии с элементальными, раз, хорошие статы, то есть живучие статы для двух маны, два, очень сильный эффект, три, то есть, ну, когда вы применяете заклинания, во-первых, можно использовать заклинание льда, которое будет дешевым, во-вторых, можно удешевленное заклинание льда использовать. В-третьих, Морозовую Смерть вряд ли вообще будут убирать, хотя, типа, 3 хп вообще легко убрать в современной мете, но, не знаю, может быть, против ДК как раз-таки будет сложно. И в-четвертых или в-третьих, я где-то момент пропустил, эта штука противникам урон еще наносит, то есть в лицо тоже летит, подсетапить какую-то комбинацию можно будет, добить оппонента можно будет. Очень неприятно, очень мерзко, и, естественно, невероятно сильно. Следующая карта, это еще одна пушка, это мощь мини-тила, 4 маны, 4-2, эпическая. Боевые кличи вы расходуете до 3 трупов и замораживаете столько же существ противника. То есть, я напоминаю, вы, тратя 2 руны льда, то есть собирая колоду на рунах льда преимущественно, надеваете пушку 4-2, которую можете сразу идти в лицо бить. И тратите 3 трупа для того, чтобы заморозить 3 существ, либо там 2 существ, либо 1 существо, в зависимости от того, сколько трупов. До 3. Ну, это просто какой-то мем, то есть, ну, есть конус холода, да, который там направленно что-то делает, а тут ты с клича замораживаешь, то есть ты можешь заморозить даже существ, которые невосприимчивы к магии. Ты можешь заморозить даже, играя против антимагии и против вообще всех этих секретов, да, которые, по идее, должны контрить это все. Нет, ты просто надеваешь пушку, с клича все замораживаешь, еще и бьешь. Вопросы излишни, почему так, почему вообще, ну, короче, с выходом Рыцаря Смерти нужно все остальные классы удалить, чтобы было балансно, потому что пока дисбалансно. Следующая карта это Костя Сгибатель, пожалуйста, не надо шутить об этом. 6 маны, 5-5, Нежить, первая, кстати, карта в обзоре, которая имеет все 3 слота под руны заморозки, руны льда, вот, ее можно будет использовать исключительно в фулл колоде льда. Боевый клич, вы расходуете до 5 трупов и наносите 2 единицы урона случайному противнику за каждый труп, то есть, условно, если у вашего оппонента не будет стола абсолютно, к чему как бы все и ведет, потому что куча-куча заклинаний, куча эффектов, куча карт имеют как раз-таки эффекты для зачистки, для контроля. И затем, как только вы это все почистили, у вас какие-то трупцы еще остались, да, до 5 штучек, вы ставите 6 маны 5-5 и наносите еще 10 единиц урона в лицо, либо распределяйте 10 единиц урона по столу и по лицу. С клича. Ага, а под браном, как говорится, да, на 8-ой? А под браном на 8-ом с 5 трупами можно 20 урона пронести. Динатрий сейчас такой смотрит, думает, не, ну, честно говоря, как бы, я, конечно, Динатрий, меня пригласили на пир, но Костя Сгибатель был первым. Ну, это, это бэ. Следующая карта и, наконец-то, легендарка, легендарка Леди Смертный Шопот, легендарка с тремя рунами льда, 4 маны, 4-3 нежить, предсмертный хрип копирует все заклинания льда у вас в руке. Спасибо, что не боевый клич, спасибо, что предсмертный хрип, как минимум. Можно засайленсить, естественно, но если вы не будете это сайленсить, то у ДК просто удвоятся ресурсы, количество заклинаний льда, которые будут идти в колоды на рунах льда, оно, естественно, будет невероятным. Уверен, что там, типа, до 12, там, может, до 15 даже карт будут именно с пылами льда, и понятно, что, кладя, используя Леди Смертный Шопот в колоде, вы наверняка будете копировать, там, ну, минимум один спел, максимум, там, всю руку. Естественно, это будет не из приятных, то есть представьте, что Леди Смертный Шопот делает то, что делает Сивара, только сетапить не нужно. Плюс это, конечно, не боевая клич, а предсмертный хрип, и засайленсить ее можно. Но не стоит забывать также, что у ДК, извините, наверняка есть заклинания, которые смогут уничтожить эту карту саму по себе и активировать предсмертный хрип на вашем ходу, чтобы вы не боялись какого-нибудь условного сайленса. Очень жестко, но иначе быть не должно, потому что это, во-первых, новая карта, новый класс, во-вторых, она, как бы, легендарная, да еще и имеет 3 ячейки заклинаний, точнее, 3 ячейки рун льда. Логично, что она будет сломана, и она таковой и является. И последняя карта в этом обзоре это Тассариан, или Тассариан, или Тассариан, ладно, наверное, все-таки первый или второй вариант. 4 маны 3-3, нежить, легендарка, перерождение, боевые кличи, предсмертный хрип, о господи, напихали ключевых слов, наносит 2 единицы урона случайному противнику. Для того, чтобы эту карту использовать, нужно потратить 1 урона льда, да, то есть, чтобы минимум 1 урона льда была в деке, но взамен вы получаете 4 маны 3-3 с перерождением, боевым кличем и предсмертным хрипом. То есть, это будет клич 2 урона случайному противнику, то есть, и в лицо тоже летит, и 3-3 туша за 4, то есть, неплохо. Его зачищают, он наносит 2 единицы урона, он снова перерождается, его 3-1 нужно еще убрать, и потом 3-1, который еще точно такой же хрип имеет, еще 2 урона наносит. То есть, суммарно, эта карта наносит, ну дай бог, ну это сколько, 2, 4, 6 и плюс 6, 12 урона за 4. Ну это, я, ну слова излишние, ну я не знаю, ну зачем, зачем от меня какие-то слова, когда вы и так все видите, все и так понятно. Прерожденный лидер и перерожденный лидер, написано в описании у него. Ну и так все понятно, используйте, пожалуйста, на здоровье, на здоровье, на перерождение, на смерть, на нежить, на трупы, еще раз на здоровье. Мне просто не хочется играть уже против Рыцаря Смерти, не на Рыцаря Смерти. Что ж, ребят, ну на этом четвертая часть обзора новых карт, нового дополнения Марш Короля Лича подходит к концу. Как вам картинки ледяной сборки Рыцаря Смерти? Делитесь в комментариях. Считаете ли вы их такими же кончено сломанными, как я? Согласны ли вы с моим обзором? Делитесь в комментариях, мне будет интересно узнать. Ну а за микрофон был Какстан Плагиат, огромное вам спасибо за просмотр. Вступайте в мой Телеграм-канал, подписывайтесь на этот Ютуб-канал на Твич, смотрите стримы каждый вечер на Ютубе и на Твиче. И ожидайте в ближайшее время очень-очень конкретно интересненького анонса, который поможет многим и который наверняка облегчит для многих некоторую сложность, которая возникла с недавнего времени. Ладно, ладно, не буду спойлерить, а то не сбудется. Все, пока, увидимся. Надеюсь, что уже в следующем ролике смогу вас порадовать подвозом очень приятного подгона. Подвозом подгона, боже, что у меня с лексикой. Все, до скорых встреч, увидимся.